Так, ну давайте начинать. Значит, мы в прошлый раз с вами посмотрели на первую часть лабораторной работы, которая связана с расчетом нелегийных законов с помощью метода, с помощью пакета символных вычислений в среде языка Python. Значит, сегодня мы продвинемся немного дальше, посмотрим уже на то, как эти законы могут быть промоделированы вместе с моделью объекта, и взглянем на те задания, которые вам нужно будет решить в рамках вашего курсового проекта. Значит, я надеюсь, что вы все попробовали, посмотрели, что такое коллаб, то есть зарегистрировались там. Если у вас какие-то вопросы возникают, значит, вы сразу мне их задавайте, можете в Telegram писать, можете в наших встречах голосом, если вам так удобнее. Значит, мы с вами в прошлый раз посмотрели пример решения аналитической задачи для вот такого простого, относительно простого объекта, каким образом можно автоматизировать расчет нелинейного закона управления по методу ACAR, который мы проходили в нашей теоретической части. Значит, вот сегодня мы сейчас быстро посмотрим на ваши задания, которые я вам выдам. Значит, вам каждому будет в рамках курсового проекта выдан отдельный вариант, где будет описана задача управления, то есть тут будет описано, какие есть измерения, какие исполнительные механизмы, что за задача, то есть какую цель вам нужно выполнить, и данные уравнения объекта. А также в каждом уравнении будет присутствовать некоторый неизвестный параметр, в данном случае здесь это V0, для которого будет задан некоторый интервал значения параметра. И предполагается, что вот это вот возмущение, этот параметр, он является неконтролируемым. То есть вы заранее не знаете, какое у него будет значение, но вы знаете диапазон. И это как бы является вашим фактором неопределенности вашей задачи. То есть помимо всяких нелинейных функций, которые здесь присутствуют, и которые вы должны учитывать в вашей системе управления, здесь есть еще вот фактор неопределенности. То есть вы не знаете, чему равно значение, вы знаете, что оно в некотором диапазоне. Вот, и вам необходимо будет построить еще систему адаптации к этому неизмеряемому возмущению. То есть продемонстрировать в курсовом проекте, что вот вы меняете параметры, система сама учится, ну, то есть определяет, что параметр изменился, и перестраивает систему. Вот, то есть вот такого рода задания. То есть четыре метода, которые необходимо будет использовать. То есть два метода на базе. Акар, первый метод мы уже с вами рассмотрели, то есть это метод, чистый метод Акар с интегральной адаптацией. То, что мы на позапрошлом и прошлом занятии рассмотрели. Вот, и еще вот три метода. Мы тоже, наверное, на этом, на следующем их рассмотрим. Вот, это вот та практическая часть, которую вам нужно будет выполнить в рамках вашего курсового проекта. Значит, я попрошу старосту распределить варианты заданий. Значит, тут по количеству человек в вашей группе я собрал несколько вариантов. Ну, то есть по каждому студенту в вашей группе, да, есть один вариант. Вот, мне нужно будет от староста, я вам вышлю этот файл PDF с вариантами. Надо будет напротив каждой фамилии старости написать, какой вариант ему был передан. Вот, и мне выслать, чтобы у меня был список. То есть, чтобы потом не получилось так, что несколько человек решали один и тот же вариант. Вот, то есть надо будет старости распределить по группе. Вот, и мне прислать список, у кого какой вариант. Вот, и до каждого довести, что у него будет вот такой вариант. То есть тут задания, в принципе, они хоть и разные, но смысл у них примерно один и тот же. То есть есть два уравнения, есть какой-то сигнал управления, есть неизвестный параметр. Вот, все остальное – это просто разные коэффициенты, разные функции. Вот, но в целом идея примерно одна и та же. То есть тут без разницы, кому какой вариант, абсолютно. Вот, здесь важно просто иметь список того, у кого какой вариант будет. Чтобы потом на защитах мне не приносили одинаковые курсовики. Вот, значит, это вот то, что касается вашего задания. Вот, в остальном оно будет решаться вот точно так же, как мы сейчас будем смотреть. То есть как мы на прошлом занятии смотрели, как аналитически решается. То есть либо это ручками просчитывается, либо если получается, то сделать это автоматизировано. Вот, но в большинстве случаев автоматизировано, скорее всего, полностью не получится. То есть придется писать некоторую программу, которая будет по шагам делать аналитический вывод. Потому что здесь есть всякие подлые функции, типа тангенсов гиперболических, типа экспонент, с которыми пакет символов вычислений не очень хорошо работает. Вот, если вам повезет, возможно, у вас сработает все сразу. Вот, это будет, конечно, вам огромная помощь. Вот, но если не повезет, вам придется, как бы, частично, полуавтоматизированно решать. То есть основную идею вы будете делать, прописывать. То есть вам, по сути, нужно будет некоторую программу написать. Не просто подставили уравнение и получили ответ, а написать некоторую логику того, как этот ответ получается. Вот, но вам в любом случае придется это делать, потому что вам нужно будет в отчете сделать более развернуто. То есть не так, как у меня вот в примерах тут что-то вбили значение, получили сразу ответ. Вот, вам надо будет сделать это развернуто. То есть вы должны будете наполнить между вот этими кусками кода, ввести некоторую еще такую описательную, то есть, например, добавить сюда какой-то текст и тут там что-то понаписать, чтобы у вас была некоторая логика изложения. То есть у вас в итоге должен получиться все-таки некоторый отчет. Здесь это больше такая программа с какими-то пометками. Вот. Вам надо будет, конечно, сделать такой отчет полноценный, как в курсовых проектах у нас принято. Вот. И после этого вы сможете, по сути, ну, во-первых, вы мне просто пришлете вот эти вот ноутбуки, то есть, вот эти IPNB. То есть их можно тут скачать в коллабе. Есть download IP, да, и вы получаете файлик. То есть вы мне вот этот файлик присылаете. Там, со своей фамилией, имя, отчеством. Просто фамилия, там, номер группы и так далее. И что это курсовый проект. Вот. И мне на почту присылаете, когда будет готово. Вот. И кроме того, там, если у нас будет защита вживую, то есть, если там, ну, скорее всего, в декабре уже нас никто не выпустит, то есть мы так, скорее всего, будем продолжать сидеть на удаленке. Вот. Поэтому, скорее всего, вы просто мне пришлете, и мы там, может быть, в зуме с вами проведем защиты. То есть там какое-то время будет назначено, там, каждому там будет, не знаю, по пять минут. Там три вопроса, там, по которым я пойму, делали вы сами или своровали откуда-то. Вот. Соответственно, на основе там этих ответов то, как вы отвечаете, будет и ваша оценка ставится. Вот. Ну, плюс то, как вы сделали. Вот. Поэтому с этим, ну, тут все достаточно просто. С этим проблем обычно не возникало. Проблемы обычно возникали именно с тем, как сделать, собственно, саму лабораторию. Как сделать само задание, потому что оно не так тривиально, как кажется. То есть вроде бы все, все дано, да, все есть, все исходные данные, есть пример. Вот. Но возникают всякие мелкие неприятности. Там, кому-то там, ну, кто-то там пытается там за ночь до сдачи, там, попытаться разобраться, что тут надо делать. Ну, это, конечно, нереально. То есть это надо делать, начинать вот прямо сейчас. То есть вот вам на неделе, я так понимаю, староста выдаст задание, распределит варианты. Вот. И вам надо уже начинать это делать. Хотя бы вот с того, что прочитать то задание, которое вам выдадут, понять, как вот эти вот уравнения перетащить, ну, хотя бы в первый пункт, да, по автоматизации расчета. То есть как здесь их задать, попробовать это запустить, зарегистрироваться на коллабе, чтобы у вас уже все было готово для работы. Вот. И, возможно, у вас начнутся какие-то вопросы. Вот. Сразу же, соответственно, не откладывая их мне задавать. Там, либо в наше время, когда мы встречаемся с вами, либо по Телеграм мне пишите. Вот. То есть вам ваша задача вот за оставшиеся там полтора месяца, которые у нас остались, даже, наверное, ну, почти два месяца осталось. Три недели в ноябре и еще там будет, наверное, недели три. Ну, то есть шесть недель. Вот за шесть недель вам нужно будет проработать эту тему с курсовым проектом. То есть это вот основная ваша задача на ближайшие полтора месяца. Потому что, не имея оценки за курсовой проект, вы, скорее всего, не получите допуск к экзамену. Вот. Соответственно, у вас сразу же будет на допсессии две, ну, две оценки плохих. То есть две пересдачи. А две пересдачи достаточно плохо. Вот. Поэтому я вам рекомендую обратить внимание на курсовой проект. Он не так тривиален, как кажется, первоначально, да, по вот этому описанию. Вот. Поэтому тут достаточно много работы. Причем работа не вот такой вот глупой, когда там нужно какой-то отчет писать, графики какие-то строить, а именно на понимание. То есть вам нужно разобраться, как вот эти вот задания перетащить вот в те программы, которые я вам скину. То есть я вам скину вот эти примеры, я вам скину сами описание заданий, плюс у вас есть записи лекций, которые у нас были. Вот. Вам надо на основе всех этих материалов понять, как решить задачу. Вот. Это вам каждому индивидуально надо будет проделать. Вот. Ну, а мы сейчас с вами пойдем чуть дальше. Значит, мы посмотрим теперь, как промоделировать такую систему. Ну, то есть мы получили на выходе… У нас есть уравнение объекта, которым мы пытаемся управлять. У нас есть функция управления. Мы ее получили на прошлом занятии, то есть посмотрели, как она получает. То есть это некоторое аналитическое выражение. Вот. И нам теперь нужно, используя вот эти два, две компоненты, то есть модель нашего регулятора и модель нашего объекта, промоделировать. То есть показать численно, что наш синтез, он оказался успешным. То есть еще нет никакой ошибки. То есть мы с вами рассматривали варианты, как проверить это аналитически. То есть берется вот это выражение и подставляется вот сюда. То есть вместо вот этой функции. Вот. И дальше нужно уже… Вот вместо вот этой функции, да. И дальше нужно провести анализ. Ну, какой это может анализ? Это может быть анализ на положение равновесия. То есть, опять-таки, это можно делать руками, это можно сделать с помощью пакета символенных вычислений. То есть, по сути, вот эти штуки приравниваются к нулю. И вам нужно решить два алгебраических уравнения. Вот. Но эти уравнения, они нелинейные. Значит, там есть, есть, здесь будут кубические компоненты. Вот. Что, в принципе, аналитические. То есть аналитические, они могут и, в принципе, не решаться. Вот. Но есть методы численного решения. То есть можно ограничить пространство поиска. У вас тут все крутится вокруг нуля. Вот. И самые интересные вещи происходят в окрестности нуля. Вот. Поэтому, в принципе, можно и численно посчитать положение равновесия, убедиться, что оно единственное, что оно устойчиво. Может быть, даже вам удастся подобрать какую-то функцию липунова, которая покажет, что она глобально устойчива. Вот. Но, в целом, даже если вы покажете, что она локально устойчива, то это тоже будет огромный плюс в вашей работе. То есть дополнительная проверка аналитическая. Вот. Ну и всегда, конечно, остается вариант еще численного моделирования. То есть можно на основе вот этих уравнений составить модель, вычислительную, расчетную модель. То есть, по сути, решить вот эти дифференциальные уравнения, которые здесь заданы, решить их с помощью численных методов. И показать, что траектории, стартуя с каких-то определенных стартовых позиций, начальных условий, они приходят вот именно к той цели, которую мы здесь сформулировали. Значит, у нас... Мы пытались управлять давлением, то есть регулировать давление, то есть задавать определенный уровень давления. Вот. То есть мы вводили функцию, эталонную модель заводили, да, чтобы она вела себя как опередическое звено первого порядка, то есть выходила на заданную цель по давлению. Вот. И сформулировали, исходя из этого, то есть вот это желаемое, сформулировали как некоторый параметр. Вот он у нас. То есть задавая этот параметр, оператор может регулировать давление, то есть чтобы система выходила в нужную точку, которую задает оператор. Для того, чтобы моделировать, опять-таки, мы применяем пакеты, которые есть в инфраструктуре Python. Значит, есть вот, мы говорили в прошлом, что есть такие пакеты для научных вычислений, вот в частности пакет Skype. И у нас есть отдельный модуль для интегрирования, то есть для численного интегрирования, то есть задавая дифференциальное уравнение, вернее, задавая правую часть дифференциальных уравнений, то есть вот эта вот часть. Без производных, да, вы можете получить траекторию движения, которая описывается вот этими уравнениями. Вот, также мы будем использовать пакет Pyplot, Matplotlib, Pyplot, который, по сути, является аналогом рисования графиков в Matlab. Вот, то есть он примерно те же, у него примерно такой же синтаксис, то есть это просто функция Plot, дальше передается там массив отметок времени и массив значений, и он вам строит график траектории. Вот, значит, но есть свои отличия, то есть для того, чтобы промоделировать дифференциальное уравнение, вам нужно задать функцию, правую часть дифференциального уравнения, она называется в виде обычной питоновской функции, то есть достаточно простой синтаксис для объявления функции, вот, и в эту функцию передается два аргумента. Первый – это вектор состояния объекта, то есть значения, текущие значения вот этих координат P и DM, то есть давление и массового расхода. И вам нужно на основе этих значений вычислить правые части, то есть, грубо говоря, возвести давление в куб, прибавить к нему значение массового расхода и прибавить еще вот некоторые возмущающие воздействия. Значит, как это реализуется? Ну, здесь пока для примера возмущающего воздействия нет, здесь просто берется входное значение, у нас это вектор из двух компонентов. Так, у нас система второго порядка здесь задана, то мы определяем здесь, у нас две компоненты, у нас x1, x0 с нулевым индексом, это давление, а x с единичкой, с первым индексом, это у нас массовый расход. И мы, соответственно, определяем эту функцию, правую часть дифференциального уравнения, как просто вот вектор, он задается в таких квадратных скобках, где через запятую определяются параметры. Вот здесь небольшое отличие от MATLAB, то есть там тоже вектор задавался в виде квадратных скобок в консоли, но при этом они использовали, например, просто пробел, то есть у них не было вот этих запятых. В Python используются запятые для разделения элементов, но в целом в остальном все то же самое. То есть есть индексирование, то есть можно выбрать первый элемент, второй элемент, индексация с нуля начинается. Значит, входное у вас это x, это координаты текущего состояния в вашей траектории. Вот и вам нужно вычислить правую часть дифференциального уравнения. То есть есть пакет, который содержит в себе математические функции в Python, тоже мы импортировали его. Вот у него есть функция возведения в степень, то есть это получается давление в кубе. То есть это уравнение, которое у нас исходно было нам дано по заданию. Минус давление в кубе. Плюс dm. Значит, это давление в кубе с минусом, да, вот с первым индексом это массовый расход. Значит, здесь пока возмущения нет, но в принципе сюда может еще добавлено быть возмущение, как некоторая функция от времени, например. То есть у вас есть параметр время, текущее время моделирования. Вы можете задать, например, априори некоторый массив значений по времени, да, когда это происходит. И, соответственно, исходя, зная вот это время, вы можете из этого массива просто брать какие-то значения. И у вас получится такой график возмущения, который воздействует на ваш объект. Но мы еще поговорим про возмущение чуть дальше, как оно моделируется, ну, по крайней мере, в этой лабораторной работе. То же самое для второго уравнения, то есть тут линейное, опять-таки, массовый расход зависит от самого массового расхода, плюс некоторое управление, которое, по сути, у нас определяет какой-то вентилятор, который закручивает, затягивает воздух в трубу. Соответственно, у нас тоже здесь с первым индексом мы берем массовый расход из текущего состояния и добавляем сюда некоторую константу. Ну, мы здесь приняли ее, равную нулю, ну, давайте поставим, например, 10. Особенность еще Python в том, что, например, он, так называемое, замыкание здесь. То есть, грубо говоря, задавая какой-то параметр и определяя после этого функцию, функция запоминает значение этого параметра. То есть сюда она подставит вот это вот значение, десятку вместо u. Вот, и дальше, когда вы будете эту функцию вызывать, она будет постоянно сюда подставлять значение u. То есть это вот такая особенность тоже Python, вот мы ее используем. То есть она сюда вот, тут, несмотря на то, что там написано просто некоторые переменные, да, на самом деле сюда функция, это будет при вызове использовать некоторое константное значение. То есть даже если мы тут поменяем его, например, на 5, то здесь все равно вот останется уже то значение, которое он запомнил в момент определения функции. Вот это такая маленькая особенность. Ну, в Python вообще много особенностей, и иногда бывает некоторое странное поведение. То есть, например, не всегда однозначно, что здесь хотим мы получить, да, то есть мы хотим тут, чтобы он запомнил это значение, или мы хотим, например, чтобы он работал с некоторой глобальной переменной. То есть тут в Python есть свои тонкости, и это все-таки такой скриптовой язык, это в отличие там от C++, Java, где есть достаточно жесткая типизация, где есть достаточно жесткое разделение области видимости переменных. В Python все такое более мутное, более непонятное, что часто приводит к некоторым неприятностям, к некоторым ошибкам. Вот поэтому надо всегда быть внимательным. С этим языком он такой, достаточно такой расхлябанный и небрежный. Вот. Ну, как бы вот есть такие всякие фишки, типа замыкания, которые позволяют вам прописывать значения, да, по некоторому параметру. Вот. Ну, в общем, можете пока не забивать себе этим голову. Тут, в принципе, все должно быть просто. Скорее всего, вы с этим проблемами не столкнетесь, но вот так, чисто в голове, для общего развития вы должны понимать, что у Python есть свои особенности. Вот одна из них – это вот такие вот замыкания, которые вы можете создавать. Вот. Ну, в принципе, по правым частям уравнений тут все достаточно предельно просто. То есть вот есть вот этот j, да, коэффициент усиления, который мы определили здесь. Значит, есть вот эта функция гиперболического тангенса, который тоже есть в этом пакете математическом. Есть вот этот коэффициент усиления, да, мы просто констант его приняли, ну, чуть дальше мы там будем его задавать уже тоже в виде параметра. Вот. Ну, и дальше, соответственно, когда мы определили эту функцию, мы уже можем непосредственно начинать моделирование. Значит, для этого нам нужно определить сетку моделирования, то есть точки во времени, в которых мы будем производить расчет. Вот. И просто дальше, так же, как в MATLAB, есть функция численного моделирования, значит, можно… Который вы просто задаете вот эту функцию, да, которую вы определили чуть выше. Задаете начальные условия, и именно по ним будет определяться размерность вашей задачи. То есть мы как бы моделировали систему второго порядка. Соответственно, начальные условия у нас должны иметь два значения. Вот. И уже исходя из них будет вызываться функция, определяющая правую часть дифференциального уравнения, и в нее будет передаваться вектор определенной длины. Вот эта длина будет определяться как раз вашими начальными условиями, потому что на вход вы будете… На вход вашей функции в первый раз придет вот этот вектор. И вы должны вернуть тоже вектор такого же размера. То есть мы здесь задали вектор второго порядка, то есть с двумя значениями. То есть давление у нас будет равно двум, массовый расход будет равно минус одному. И исходя из этого, вы должны также будете вернуть на каждом шаге моделирования. Здесь сейчас уже не помню, какой это конкретно метод моделируется. Но тут, видите, если в коллабе открыть, он будет вам подсвечивать огромное, конечно, на самом деле параметров еще есть. То есть можно, например, вот этой функции передавать некоторые параметры, пробрасывать некоторые значения параметров. То есть у вас есть два обязательных параметра, и можно еще какие-то дополнительные параметры задавать. Ну, например, мы захотим там параметр U какой-то передавать в нашу модель, чтобы потом не завязываться на какое-то конкретное значение, а передавать какое-то в процессе моделировать. Вот для этого тут, судя по всему, есть вот такие вот всякие специальные вещи, типа там ARX, который будет передаваться дополнительно в вашу функцию. Значит, есть, видимо, функция defu. Ну, то есть, грубо говоря, тут можно еще поковыряться, что-то такое. То есть, например, ну, вот видите, да, можно добавить, например, дополнительные аргументы в вашу функцию правых частей уравнения. Можно вот какой-то градиент можно задать. То есть когда вы моделируете, вы там не просто считаете, у вас там, ну, то есть это уже частично такой элемент расчета траектории. То есть можно градиент считать численно, то есть, грубо говоря, сделать шаг вперед, шаг назад. То есть система с коррекцией. Ну, у вас был курс по моделированию, где там разбирали всякие методы Runge-Kutta, методы Эйлера. Вот там все везде фигурировал градиент. То есть его можно вычислять численно. То есть взять, скажем, некоторую пристрелку, то есть следующую точку, да, потом посмотреть еще предыдущую точку, текущую точку, рассчитать ошибку расчета следующей точки. И уже с коррекцией вычислить более точную точку. Есть другой способ, когда вы просто сдаете наглую производную. Вот вы знаете, какая у вас функция. Вот это, да. Вы можете аналитически посчитать ее производную. По каждому параметру у вас будет такая матрица 2 на 2. Значит, вот это вот уравнение по давлению, производное по давлению, потом частное производное по расходу массовому. Есть то же самое по давлению по расходу. То есть у вас будет там матрица минус 3p, потом будет единица, потом будет ноль и опять единица. Вот это у вас будет матрица производная. И она будет как раз определять то, как ваша траектория. То есть, по сути, она позволит вам точнее и быстрее промоделировать вашу систему, если у вас есть вот такое аналитическое решение. Вот. Но это, на самом деле, не обязательно. Можно и без этого обойтись. То есть, если вы не задали вот этот параметр, defunc, да, то у вас она будет просто численно вычисляться. То есть, вот те самые методы, которые вы проходили в курсе моделирования. Вот. Тут, на самом деле, много других всяких параметров. То есть, вот есть параметры шага моделирования. То есть, как происходит. То есть, при желании можно вот в это все погрузиться, задать там разные параметры вот этих алгоритмов построения траектории. В общем, в целом, если очень захочется, можно во все это погрузиться. По умолчанию все достаточно просто. То есть, вы задаете функцию правой части дифференциальных уравнений, задаете начальные условия соответствующей размерности, вот, и задаете вот эту вот сетку моделирования. То есть, в каких точках вам нужно производить расчет. Ну, в нашем случае мы используем этот пакет numpy для того, чтобы сгенерировать некоторый массив значений. Ну, вот можно даже посмотреть, что он из себя представляет. Значит, у нас вот есть t, да, можно просто взять его напечатать, например. Ну, то есть, он из себя представляет просто набор чисел по одной тысячной, да, то есть ноль, одна тысячная, две тысячных и так далее, до десяти. Вот, то есть, по сути, это вот такой массив задается с помощью вот такой специальной функции. Она просто генерирует такой массив. Мы говорим, вот нам, сделай нам от нуля до десяти на десять тысяч, десять тысяч точек от нуля до десяти. Вот, он нам их сделал. Все. Это будет наша сетка моделирования, которую мы будем использовать для построения траектории. Вот, траектория строится с помощью этой функции, куда передается функция правая часть дифференциального уровня и начальное условие, вот эта сетка моделирования. Вот, и на выходе вы получаете количество, то есть, по сути, вот эти вот значения функции в разных точках с учетом, там, коррекции, с учетом, соответствующей вашем дифференциальном уровне, получаете две траектории, полностью соответствующие вот той размерности системы, которую вы задали. Вот, ну, и, соответственно, дальше можно просто использовать функцию plot, то есть, вот, пакетом от plotlib, для того, чтобы нарисовать эти графики, эти траектории, да, вот, вот они вот такие получаются, то есть, у нас, сейчас уже, по-моему, синяя первая, то есть, давление, это у вас, а, ну, тут можно по начальному слоям понять, то есть, у нас минус один, это был массовый расход, а давление было от двух у нас шло, вот, и от двух они все вот пришли к какому-то значению. То есть, там, не ноль какой-то, вот, близко к нулю, давайте попробуем, мы тут 10 поменяли, да. Вот, видите, мы поставили теперь 10, получили немножко другое, то есть, включив, грубо говоря, вентилятор, у нас был раньше на нуле, да, при нуле у вас все упало в ноль. Включили вентилятор, там, условно говоря, там на 10 оборотов в секунду, да, у вас уже пошло вот какое-то уже значение появилось, да, на давление и на массовый расход. То есть, на какой-то постоянный уровень вышло. Ну, тут можно экспериментировать сколько угодно. То есть, тут разные значения, разные траектории будут получаться. То же самое с начальными условиями. Можно там поставить, что у вас просто ноль, например, был. Вот. Промоделировать, там, получить тоже какую-то другую траекторию. То есть, так или иначе, вот, с помощью таких вот в три строчки, да, можно вот строить траектории в питоне. В принципе, ничем это не отличается от того, что было в MATLAB. Да, в MATLAB вы использовали Simulink, вот, но он, этого надо было схему рисовать, надо было там везде в окошечках мышкой все задавать. Вот, тут достаточно компактно все это в виде некоторой небольшой программы моделирования. Вот. В MATLAB тоже есть похожие функции. Там они, ну, там их, конечно, не просто UDA, там их есть методы Эйлера, метод Тарунгикута. В питоне тоже можно их найти. Вот. Ну, здесь такой пока минималистичный вариант сделан. В принципе, для вашего курсового проекта этого будет более чем достаточно. То есть, если у вас возникают какие-то проблемы с моделированием, что у вас там слишком маленький шаг, вот вы просто побольше точек накидываете, и, в принципе, все проблемы есть. То есть, это у нас не настолько сложные системы, чтобы использовать какие-то очень сложные методы, которые там в моделировании систем использовали. Уж тем более не нужно это руками считать, писать эти алгоритмы. То есть, в принципе, все это уже есть. Вот. Это все достаточно компактно описывается и может быть использовано для моделирования. Вот, то есть в целом в вашем курсовом проекте вы должны будете такое небольшое исследование провести, что из себя представляет объект, то есть вот как пошевелить руками вот это вот управление, которое у вас сюда входит, да, и посмотреть для ваших уравнений вот такого вида, как себя будет вести система, то есть где у вас там положение равновесия, куда у вас система выходит при каком-то постоянном значении управления. Вот, то есть прежде чем бросаться там методокарп применять, надо будет сначала посмотреть, что из себя представляет объект. Вот, хотя бы как зависит это вот стационарное состояние от вот этого вот управления. Вот, то есть такое небольшое исследование провести. Вот, ну в принципе по моделированию непосредственно самого объекта, то есть без управляющего воздействия, которое во времени изменяется, тут в принципе все. Здесь все достаточно просто, и вы все это изучали. Вот единственное, что возможно для вас будет новым сам язык Python, и вот то, как это в Python описывается, но опять же повторюсь, оно описывается практически точно так же, как в MATLAB. Если вы там в консоли работали, в MATLAB, то примерно те же самые вызовы, те же самые функции вам нужны для того, чтобы промоделировать систему MATLAB. Вот в символике, конечно, там такое мышечно-кнопочное движение, которое позволяет вам накидать модель объекта, но по сути вы на выходе получаете то же самое, получаете набор дифференциальных уравнений, которые моделируются с помощью тех же методов. Просто вы этого не видите, у вас есть такая визуальная оболочка. Ну да, в Python этого нет, но есть зато более такой гибкий вариант. Когда вы можете более хитрые выражения здесь задавать, например, когда у вас там 100 таких элементов, в символике вы будете очень долго эту модель составлять. Здесь можно просто ее написать, как некоторые выражения. Вот поэтому у нас будет вот такой подход использоваться. Значит, ну теперь по поводу моделирования уже системы управления. Значит, чем плох такой вариант при моделировании системы управления, в том, что вы, например, так как сейчас в основном все управляющие устройства, они являются цифровыми, то есть это некоторая программа. Вот. Возникает, например, проблема, как сюда вот запихнуть программу управления. То есть у вас есть просто некоторая функция, некоторые значения, да, которые вы должны подставлять. Вот. Ну, предположим, вы задаете они как некоторую функцию вот тех же координат, как в аналитическом законе. Вот. Но что делать, если у вас функция управления – это не аналитическая функция, а некоторый алгоритм? Алгоритм в смысле, что у вас тоже некоторые, это некоторые разностные уравнения, которые описываются, грубо говоря, основываются на вычислении предыдущих значений. Вот. Какой пример? Самый простой пример – это P-регулятор. То есть у вас управляющие воздействия – это есть пропорциональный компонент, который является просто некоторым, самим значением показания датчиков, помноженным на некоторый коэффициент. С ним достаточно все просто. Это просто аналитическая функция, которая сюда подставляется. Вот. Но есть еще интегральные компоненты, которые, по сути, используют предыдущие значения вашей системы. Ну, в некотором смысле это некоторый интеграл, то есть он накапливает ошибку, хранит ее, то есть у нее появляется ячейка памяти, которая, по сути, ну, она в P-регуляторе выполняет роль такого некоторого примитивного инструмента адаптации к неизмеряемым возмущениям. Вот. И как вот такой алгоритм, например, реализовывать? Ну, самый простой способ – это просто добавить еще одну координату в ваше дифференциальное уравнение, то есть ввести интегральную компоненту, то есть сюда задать какую-то штурьку, да, которая там прям будет задавать ошибку. Ну, вот. То есть, грубо говоря. Вот. Но, опять же, вопрос, да, где взять предыдущие значения? То есть у вас есть только текущие, вам на вход приходят только текущие показания датчиков. Вот. При этом у вас в этой функции нет никаких состояний. То есть вам как бы негде особо хранить. То есть как вот посчитать, например, интегральную компоненту совершенно непонятно. Вот. Поэтому тут возникают уже разные приемы, как, например, моделировать системы с некоторой уже программной логикой. Ну, во-первых, с P-регулятором вам нужно моделировать систему с некоторой памятью. Вот. Но мы еще будем с вами рассматривать пример систем, где нужно, например, реализовывать некоторую логику управления. То есть, ну, мы, например, будем использовать там тоже отдельные пакеты, специальные модели, где просто будет некоторая программа, которая что-то там вычисляет. Там параметры, анализирует историю, строит модель, пытается прогнозировать поведение системы в будущем, как оно будет себя вести, и на основе этого уже проводить оптимизацию. Мы частично это рассмотрели в методе Model Predictive Control, где у вас по модели просчитывалась траектория, производилась оптимизация. То есть был некоторый алгоритм. Вот. То есть как бы в таком чистом виде вы сюда этот алгоритм, конечно, не вставите. Вот. Поэтому вот такой подход, он хорош для моделирования со самого объекта, то есть уравнения, когда у вас есть четко определенное дифференциальное уравнение. Вот. Но для того, чтобы промоделировать уже управляющие воздействия, часто вам приходится использовать более хитрые приемы. Ну и у нас будет такой достаточно простой подход, где мы вводим понятие шага управления, то есть у вас объект существует непрерывно во времени, вот. А управляющее воздействие, оно обычно, оно имеет некоторый цикл регулирования, то есть там опрос датчиков, вычисление логики и выдача сигналов на реле. Вот. То есть любой цифровой контроллер, он работает так циклично, вот. И у него есть определенное время отклика. То есть то время, за которым он обрабатывает показания датчиков и выдает управляющее воздействие. Вот на этом интервале времени у вас управляющее воздействие, оно постоянно. То есть оно берется с предыдущего цикла. Как только цикл закончился, управляющее воздействие меняется, и, соответственно, у вас управление тоже начинает меняться. Вот. Таким образом, у вас как бы управление становится таким ступенчатым. То есть если объект живет непрерывно, то управление, оно ступенчато. Вот. Для того, чтобы промоделировать такую гибридную систему, дискретно непрерывную, вот у нас будет достаточно простой прием. Мы будем на вот этом интервале, пока регулятор считает управляющее воздействие, мы будем вычислять вот этим методом, да, с интегрированием, вычислять, как будто у нас управление константа постоянно, то есть брать значение с предыдущего цикла. Вот. Как только цикл расчета заканчивается, мы берем новую точку, новое начальное условие и заново просчитываем. Таким образом, у нас получится такая итеративная процедура для расчета траектории системы вместе с управляющим воздействием. Вот. И чуть дальше мы сейчас посмотрим. Значит, надо будет сейчас нам с вами перезайти снова, у нас закончилось время. Мы продолжим с моделированием. Продолжение следует...